Субтитры сделал DimaTorzok Пришел ко мне пес У меня одна парочка пока Это такие кеды Серенькие, желтенькие Здесь размер небольшой Потому что Эти кеды не для ходьбы Соответственно это просто будет как украшение Что, что, что Это не тебе Пришел ко мне тут Подлизывается Тащить думаю что-нибудь Дальше это такие топотушки вязаные Вы их могли видеть, если подписаны Если у меня в друзьях вконтакте То могли видеть фотографии со свадьбы Где я держу так Пинеточки Эти пинеточки вязаные, бежевые Потому что на тот момент Было еще точно неизвестно Кто у нас мальчик или девочка Было спорно Скорее всего Я возможно возьму их на выписку Не знаю, посмотрим Дальше Кстати мы их покупали в детях Так же как и следующие Веопаробы Это вот такие топотушки С собачками Это уже размер намного больше Чем предыдущие Это как раз вот с расчетом То что он уже более-менее будет топать Ну пытаться пока не И это все не тебе, пес Они на липучках Удобно обуваются и снимаются И последние Это такие На теплое время года Они вилетовые Это тоже для того Чтобы топать по дому Просто как аксессуар Скажем так Здесь мягенькая подкладочка Все точно так же На липучках Получаются такие у нас Маленькие типа уги Из обуви пока все Больше мы не стали Ничего ему такого брать Когда уже подрастет Именно для ходьбы Мы уже будем убирать Соответственно с ними Потому что неизвестно Как быстро может расти Ух! Кстати, да У меня все до сих пор Как в этих Боксиках лежит Чтобы мне было удобнее Все доставать И ставить Сразу скажу Единственное, чего у меня Пока нету Точнее мало Это Такие зажимчики У меня есть Один пока К сожалению Надо купить еще Потому что Соски теряются быстро Мы купили Сосочки Это как раз Резиночки Для бутылок Все отсвечивает Они с Удобной соской Также Можно будет потом За бутылочки Одевать на паильник В принципе По-моему Покупали в аптеке Ценника нет Не могу вам сказать Сколько это обошлось Также у меня термометр Подводный Потому что Я в любом случае На локоть Если даже буду измерять Мне лучше Перестраховаться И воспользоваться Точными данными Стоил он кстати 110 рублей Очень дешево Опять же Все в аптеке Далее Сосочки Мы покупали В магазине Дети И некоторые Были в аптеках У меня Все разного вида Потому что Неизвестно Какие соски Подойдут У меня есть Сейчас я вам Сразу достану Да кстати Прокрепленицы У меня есть Еще большая коровка Соответственно У меня пока Только их два Это маловато будет Мне нужно Больше Больше сосок Больше креплений Мне нравится Чтобы всего было много Итак Пожалуй Начну с простых Их я еще Не распаковывала Потому что Нужно будет Прокипятить И вот уже Скажем так Перед роддомом Я их возьму Соответственно Соска простая Здесь Она больше Такая приплюснутая С двух сторон Почему? Потому что Не факт Что малышу Подойдет Обычная Круглая соска Либо С одним Знаете Скошенным Таким боком Поэтому Она такая Более Мягенькая Мягенькая Хоть здесь написано Что она классическая Я так не сказала Далее у меня Здесь такая Совсем простая Вообще Для новорожденных 33 рубля Соска Круглый кончик Абсолютно Круглая пипеточка Совсем стандартная Потому что Я не уверена Подойдет Подойдет Или нам Что-то Одно Быстрое Либо Нет Также У меня Есть специальные Соски В чехле Здесь Примерно Форма Похожая Что же такое Здесь У нас Зайки С одной Стороны Здесь Как раз Приплюснутый Край Видите Один Приплюснутый Край Я бы Вот так Назвала Есть Кстати Чем удобно Что есть Чехольчики Такие И Соска Закрыта Также У меня Из этой же серии Это тоже В детях Более Овальная Простая Форма Скажем так После той Круглой Так Попытки Закрыть У меня Всегда Все очень Плохо Заканчивается Вот Закрыла И Вот Самая Тяжелая Соска Здесь Тоже Видите Такая Приплюснутая В принципе Они Все У меня Две Одинаковые Формы Все Остальные Все Разные Формы Просто Уже Исходя Из того Какая Соска Подойдет В роддоме Я смогу Просто Попросить Родных Купить Мне Нужные Мне Сосочки И Не Мучиться Далее У меня Тут Опять же Насадки Это Здесь Даже Ценник Остался Я говорю Я еще Не кипятила Здесь Обычные Насадочки Две Капельки Два Потока И У меня Есть Тоже С разными Формами Опять же Как У те Две Соски Так 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 Это Комфорт Кэмпл Здесь Тоже Шесть Месяцев Плюс Это уже На вырост Две Капельки У меня Просто Разные Сосочки Потому На разные Времена Допустим Какие-то Для чашечек Какие-то Для бутылочек Какие-то Бутылочки Уже Входили В комплект Сосочки Тут у меня Одна гуляет Откуда-то Кстати Да Сразу Мы купили Прорезыватель Для зубков Потому Что Очень много Широких А здесь Мягенькие Тоненькие Для Как раз С самого Начала От 4 Месяцев Также У меня Есть Китая Штука Я думаю С ней Уже Знакомы Родители Детишки Постарше Которые Начали Кушать Фруктики Ягодки Это Система Для Подачи Ягодок Скажем Так Пока Он Не может Есть Ягоды Сам Ну Имею Ввиду Большие Куски Может Проглотить Есть Специальная Такая Штучечка Надевается Сюда Вставляется Оранжевую Сеточку Вставляется Ягодка Допустим Клубничка Заворачивается И дается Малышу И малыш Ее Так Рамкает Соответственно Он не ест Большими Кусками Ему Попадает сок Ему Нравится Все Приятно В деревь Дышит Собака Далее У меня Есть Бутылочки Мы Покупали Разные Нам Кстати Подарили Одну Бутылочку Доктор Мбрауна Как раз Которая Антиколиковая У меня Примерно Она на 120 Миллилитров На первое время Как раз Я думаю Нам очень даже Подойдет Сама Я пока еще Не покупала Я подумываю О том Чтобы прикупить Таких баночек Побольше Попробуем Как она Подойдет Будет Действительно Нам помогать Либо нет И так же У меня Тут комплект Разные Баночки Уже Простые Побольше Объемом Скорее Сего Я буду Использовать Для начала Кормления Для чая В дальнейшем Так же У меня Большие Баночки С простыми Насадками На Уже 240 Миллилитров И Такая Оранжевая С Сердечком Тоже На 140 Как и Зелененькая И Так же У меня Как раз От Ивент Тоже Бутылочка 260 Побольше Здесь На 2 капельки Соска Рассчитана Тобе Что Тоже На постарше Ну И Конечно Всякие Сучи Клитьма Из Тоже Мы Прикупили Ну Ёршики Единственное Что Я купила Что У меня Для Себя Их Нужно Просто Кипятить Это Насадки Для Сосков Я думаю Многие Мамочки Знакомы С ними Потому Что Во время Кормления Первое Время С непривычки И Тем более Вы неправильно Подаете Крудь У кого Более Чувствительные Соски Чтобы Не Было Так Больно Чтобы Кожа Не Трескалась Рекомендуется Использовать Как раз Такие Насадочки У меня Также Есть Мелкоотсос От Эвента Вот Но Это Все Позже Я Еще Пока Не Пробовала Поэтому Ничего Сказать О нем Не Могу Честно Как Это Мне Все Немножко Пугает Система Аппарата Около Грудин Пожалуй У меня тут Куча Всего Про Приданные Ну Вот Наш Мелкоотсос У меня Уже Есть Дополнительные Насадочки Для него Пока Не Пробовала Как Попробовала Расскажу Из Памперсов Мы Взяли На первое Время Как раз Для Родона У меня Будет Мерис До Пяти Килограммов Попробуем Их Посмотрим Будет Протекать Не Будет Протекать Если Как Раз Насадка Новорожденных Он Если Он Нам Как Раз Подойдет То Остановимся Наверное На них Если Нет То Я Хочу Попробовать Памперс Комфорт По-моему Так Называется И Просто Я Щупала Мне Понравилось Ну И Для Новорожденных У Памперс Упаковка Большая Стоит Сейчас В районе 600 Рублей Вместо 1000 Мы Взяли Также Еще Хагис Элифт Софт Такие Вот Здесь У меня На 5,9 Килограммов Вот Здесь У меня Будет Крупненький Малыш На дальнейшем Скорее Сего Также Я Хочу Взять Вот Эти В роддом И Купить Как раз Памперс А потом После Памперса Как раз Попробуем И Хагис Так что У меня Две Пачки Памперс Заначки Я Уже Готова К роддому Осталось Только Самое Важное Дождаться Малыша Далее Мы Купили Уже Заранее Уходовую Некоторую Косметику Соответственно Присыпка У меня Джонсон's Бэйби Я Сама Пользуюсь Данной Присыпкой Здесь Просто Она Обычная Есть Еще Розовенькая У меня Розовенькая Также Есть Присыпка Крем От Прелости Это Солнышко Мое Солнышко Простой Крем Как раз В случае В роддоме Буду Использовать Под Памперс И Также У меня Еще Много Косметики Которая Там Осталось В комнате У родителей Ну Вот Как раз Средство Для купания И Молочко Все Это Что В комплекте От Пепчин Мой Немецкий Ужастин Соответственно Стоил Он Дешево Ну Я имею В комплекте Так как Это Все Так Опта Мы По детском Мире И Да Так Как Малыш Когда Кушает У вас Кашку Кашку Когда Малыш У вас Кушает Молоко Молоко Это Конечно Все Хорошо Но Не забывать Что Это Как Основная Еда Для Него И Нужно Ой Ну Что Там Что Там И Нужно Давать Малышу Жидкость Попить Соответственно Ему Нужно Чай Водичка Компотики Уже Попозже Это Понятное дело От возраста Зависит И вот Мы взяли С первого Месяца Хип Ромашковый Чай Детский Органический Без сахара Раньше Были Такие Большие Баночки Но К сожалению Его Сейчас Нет Он Просто Тор Меня Замучил Это Знаете Как Маньяк Который Правда По двери Будет Дышать И далее Мы взяли Еще От Биби Вита Тоже Чай С ромашкой Он Видите Такой Позвянкивает Тоже С первого Месяца Соответственно Помимо Молока Молок Ну и смеси Зависит От того Как Лактация Будет Происходить У меня Я буду Давать Ему Еще И чай Чтобы У него Скажем Так Поступала И водичка И еда Пожалуй На этом Все Подушки Погремушки Я показывать Уже Не буду На данный момент Это все Что мы И так Купили Ему По мелочи По необходимости То что Он понадобится На первое Время Так же В дальнейшем Если вы Будете Смотреть Мой Влог Мы уже Хотели Купить ему Коляску Точнее Мы ее Купили А она Оказалась Короче Бракована Причем Заводской Брак Нам пришлось Возвращать Коляску Обратно Ездить Мучиться Деньги Нам уже Вернули За коляску Расстраиваю То что В принципе Коляска Хорошая Такая Вездеход Но Похожей Коляски Мы не нашли Но Имею ввиду Этой марки Была Только в детском Мире На Выпуск Но Честно скажу Там Темная раскраска Мне не понравилась И она тоже Какая-то Странная Была Там В ручке Дела Что Она Как-то Вбок Уходит Соответственно Я больше Расковать Не хочу И брать Такую же Коляску Передумала И мы Думаем О коляске Zippy Тути Zippy Там Вейвс По-моему И Тути Zippy New Мы вот Думаем Какую Из них Брать Будем Ездить Смотреть Еще Не знаю Поворотные Колеса Для меня Просто Немного Пугающие Именно Зимой Потому Что Зимой Все Таки Всегда Потому Что Плохо Чистят Дороги Поэтому Иногда Мне кажется Будет тяжеловато С коляской Приезжать Поэтому Не знаю Сейчас задумываюсь Но мне нравится Люлька Мне нравится Ручка Дизайн Стильнее Красиво Смотрится Поэтому Если Вы Уже Обладница Коляски Напишите Пожалуйста Была ли У вас Коляска Zippy Как она Вам Понравилась Нет Стоит ли Ее Покупать Потому Что У нас Получается Нам Нужна Широкая Люлька И широкая Широкий Сменный блок Мы ходим Коляску Два в одном Потому Что У нас Полгода Выпадает Именно На зиму Соответственно Молыш У нас Уже Будет Полусидящим Положением Скорее Сего Он Тихонечко Из Дулечки Перебазируется В Сидячий Блок Вот Поэтому Мне нужно Как бы Знать Как вам Зимой Нормально Коляска Ходит Либо Нет Потому Что Мы Будем Уже Массильненькими Пожалуй На этом Все Оставляйте Комментарии Надеюсь Вам понравилось Такое Мини Видео Покупках Всех Люблю Всех Целую Пока